Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я знаю, что остался последний месяц для того, чтобы подать налоговой декларации. И это видео вообще на самом деле должно было быть в феврале месяц, подготовить вас всех. Но все-таки никогда не поздно выставить это видео. И многим оно еще не раз пригодится. Я знаю, что многие мои советы сегодня послужат для вас помощью в будущем при возврате налогов. Поэтому, если вам интересна тема, что касается налогов в 2019 году, то оставайтесь вместе со мной. Если вы первый раз на моем канале не смотрели еще мои предыдущие видео по поводу возврата налогов в Польше, то я еще раз повторюсь для некоторых из вас, что ПИД-11 это документ, который содержит всю информацию, касающую ваших доходов, а также ваших налогов. ПИД-37 это налоговая декларация, которую вы должны каждый год отчитываться за предыдущий год и подавать ее до конца апреля месяца. Ифт-1 этот документ дается по востребованию нерезидента, а также при ликвидации или при остановлении экономической деятельности нерезидента. Что касается Ифт-1Р, этот документ выдается для нерезидента, который был в предыдущем году на территории Польши меньше 183 дней, и который возвращает налоги, точнее отчитывается за свои налоги за границей в своей стране. То есть, если вы получаете на руки Ифт-1Р и не были на территории Польши больше 183 дней, то вы с этим документом идете уже в налоговую службу в вашей стране и уже узнаете, как это происходит там. Насколько я знаю уже из энное количество лет, что, например, что касается Украины, это невозможно ничего вернуть, возможно, какие-то сейчас нововведения есть, если честно, я о них не знаю насчет Украины, поэтому узнавайте беспосредственно в налоговых службах. Если же все-таки вы были на территории больше 183 дней и получили ПИТ-11, и, допустим, работали даже не только на одной работе, а у нескольких работодателей, то это означает, что вы должны подать декларацию ПИТ-37 налоговую службу в ужин скорбовый до конца апреля месяца. Всем нам известно, что с 2019 года вступил новый закон о том, что налоговая служба рассчитывает налоги самостоятельно. Но здесь важно знать, что налоговая служба, она-то их рассчитывает самостоятельно, она-то их рассчитывает онлайн, но это не означает, что они уже через вас подтверждены и то, что вам будет возврат налогов. Что же делает налоговая служба? Она просто рассчитывает онлайн ваши документы, и вы должны зайти из одних способов, которых сегодня я вам расскажу, подтвердить ваши данные и после этого вернуть свой налог, либо же вернуть, либо наоборот доплатить. Все зависит от того, какая деятельность у вас была в 2018 году. Конечно, что касается льгот, вы также имеете право получения льготы на вашего детей, но здесь я еще раз повторюсь, можно так сказать, что если ваши дети находятся на территории Польши и проживали с вами весь отчетный период, то тогда вы можете вернуть свою льготу. Если же дети находятся вместе с вами, проживают, и вы их содержите здесь, на территории Польши, то, конечно же, вам присваивается эта льгота на детей, и она составляет около 93 злотых в месяц. Поэтому, если вы, например, только родили ребенка в 2018 году в декабре, даже пускай 31 декабря, то вам будет возвращаться льгота за целый декабрь, то есть 93 злотых. И в системе есть варианты, как обозначить, то есть это либо весь год вы обозначаете, либо же с определенного какого-то месяца. Поэтому будьте внимательны, когда вы проверяете свои декларации. Если же вы получили все ПИД-11 от всех работодателей, а одному, например, получили ИФТ-1Р, а на тот момент, когда вы у него работали, вы уже были больше 183 дней, то лучше всего вам получить справку резидента, а также внести доход ИФТ-1Р в декларацию ПИД-37. Это все возможно. Конечно, будет немного сложновато, но это все реально. Только при условии, если у вас есть справка резидента. Справку резидента вы можете получить там, где НИП, то есть в ужинте с Корбовым. О справке резидента я вам уже рассказывала ранних видео, поэтому если вас не затруднит, я где-то оставлю ссылочку на это видео, и вы сможете перейти и посмотреть, как же ее получить, справку резидента, а также впоследствии НИП. Но забегая наперед, хочу вам сказать, что все люди, которые оформили НИП, нужно будет вам переоформить и сделать себе ПЭСЭЛ, так как совсем скоро Польша вообще откажется от НИПа, и его не будет у физических лиц. Поэтому сейчас ПЭСЭЛ очень легко получить, то есть вы просто идете, прописываете, сделаете себе часовый мальдонок и получаете автоматический ПЭСЭЛ. Если же у вас нет возможности прописаться по каким-либо причинам, мне тоже писали недавно, что нет, например, возможности прописки, то вы можете заполнить в НИОСЭК, как это было два года назад, и написать устав правный. Я также вам оставлю в инфобоксе данную информацию. Еще раз вам продублирую ссылочку на то видео, где я вам рассказывала, как заполнить внесок на ПЭСЭЛ с уставом правным, что касается для взрослых, а также касающих детей. И после этого в течение двух недель вы сможете получить себе ПЭСЭЛ. То есть все, кто въезжает сейчас на территорию Польши, желательно сразу в течение 90 дней регистрироваться, а также получать уже ПЭСЭЛ. И поверьте мне, что с ПЭСЭЛ вам намного легче станет жить здесь, на территории Польши. Все люди, которые приезжали на территорию Польши в 2018 году, и, например, были меньше 183 дней, но имели визу Т-06, то вы автоматически для поляков становитесь резидентом в Польше, поэтому вы также можете получить ПИД-11. Теперь, что касается декларации ПИД-37. Первый вариант, как подтвердить ваши данные, это зайдите на податки.gov.pl и зарегистрироваться на этом сайте. Выбрав один из вариантов, либо же это вы будете регистрироваться по вашим доходам за 2017-2018 год, либо же это будет через систему ЕПУАП. Кстати, вот система ЕПУАП, это и есть ваш устав, ваш правный для того, чтобы получить ПЭСЭЛ, потому что без ПЭСЭЛ вы не сможете зайти в систему ЕПУАП. Если же у вас она есть, и вы проделали это ранее, то вам намного повезло, потому что через эту систему вы сможете проверить свои налоги. Если же у вас этого не было, но у вас были доходы, вы возвращали, точнее, налоги за предыдущие года, то вы с легкостью сможете там зарегистрироваться. То есть, вводя сумму за 2017 год дохода, потом за 2018 год и данные вашей фамилии, имя, номер ПЭСЭЛя. После этого вы регистрируетесь, и система вам показывает, какие данные, точнее, какие расчеты у вас есть. Вам нужно будет свериться. То есть, иногда налоговая служба не знает, что у вас там, например, родился ребенок, либо у вас появился второй, либо вы переехали сюда с семьей, у вас есть дети. Поэтому нужно все льготы проверить, и, если что, сделать корректировку. После того, как вы делаете корректировку, вы подтверждаете свои данные, и буквально в течение 2-3 недель вы получаете возврат своего налога. Что касается второго варианта, это, как я вам сказала, через систему EPUAP, то есть, вы тоже должны ввести свой логин и пароль, после этого проверяете свои данные и подтверждаете, то есть, высылаете электроны. Третий вариант – это через старую, нашу знакомую, добрую систему EPIT.pl. Вы можете даже не скачивать эту программу, вы можете онлайн через Google сделать все данные. То есть, там тоже намного все просто. Вы должны вручную вписывать данные, что касается вашего работодателя, а также добавлять все ваши декларации EPIT-11, которые у вас есть. Что касается, если у вас есть IFT-1R и есть правка резидента, то вы просто вписываете ваши доходы в самой последней строке, там, где общие доходы. И если вы были, например, на материнском, либо же со страховой, то это EPIT-11A, если я не ошибаюсь, то вы тоже вписываете свои данные. После этого обозначаете льготы, если они у вас есть, то касается ребенка, это EPIT-O. И после этого подтверждаете свои данные, не забывая о том, что должны вписать еще номер вашего банковского счета. И это во всех случаях вы должны это проделать. Если же вы этого не делаете, то, к сожалению, деньги придут вам на адрес проживания на территории Польши, и вы тогда сможете только забрать, прийти на отделение почты, которое находится рядом с вашим домом, и забрать ваши деньги. Поэтому, чтобы этого не произошло, не забывайте вписывать номер банковского вашего счета, чтобы вернуть свои налоги. Ну и четвертый вариант, это самый простой вариант, который может быть, это если у вас не было налогов за предыдущий год, то вы просто делаете это в обычной бумажной форме. До конца апреля вы также имеете право пойти, взять в ужин дискорбовом декларации в бумажной форме и заполнить их вручную, после этого отдать сотрудникам налоговой инспекции. Они их проверят, и если вы оформляете это в бумажном варианте, то в течение 45 дней возвращаются вам деньги. Если же в электронном варианте, то до 30 дней возвращается ваш налог. Вот так происходит возврат налогов на данный момент в 2019 году. Что касается людей, которые, например, находятся на территории Украины, уже точнее в своей стране, не важно Россия, Беларусь, и нет ни ПЭСа, ни НИПа, то скажу вам, что немножко сложно будет вернуть вам налоги, так как без этого электрона вы не сможете сделать. Единственным вариантом скачать декларации пустые, заполнить их вручную и с Украины отправить заказным письмом на территорию Польши в ужин скорбовый, обозначив также номер банковского вашего счета и тогда дождаться ваших возвратов налога. Что же делать, если работодатель не выдал вам БИД-11, и даже ИВД-1Р, то очень просто, во-первых, сначала самым медным путем это связаться с вашим работодателем, а также узнать, где ваш документ. Если же работодатель откажется с вами общаться, то я оставлю вам в инфобоксе, либо же здесь выскочит, наверное, сейчас какая-то картинка, не знаю, посмотрим, как это мне удастся, пример, как написать заявление вашему работодателю о том, что он обязан в течение трех дней предоставить вам документ БИД-11, либо же ИВД-1Р, если он вам не выдал ничего. Если же он и дальше не реагирует, вы должны подать документ в налоговую службу, налоговую инспекцию, и они вам помогут тогда получить БИД-11, либо же ИВД-1Р. Если же вы были на территории Польши, больше 183 дней, но получили ИВД-1Р, я также вам покажу, либо здесь на примере какого-то документа, либо же в инфобоксе, ставлю вам ссылочку, где можно будет посмотреть пример документа, точнее, пример заявления, как написать работодателю о том, чтобы он внес изменения, корректировки и выдал вам место ИВД-1Р, БИД-11. На самом деле, конечно, я знаю, что это безумно сложно, и зачастую работодатель не хочет этим заниматься, поэтому лучше всего просто ИВД-1Р вносить в ПИД-37, и меньше будет с этим проблем. Надеюсь, что я вкратце, в принципе, самое основное вам рассказала, возможно, многое, что вы уже сами знали, но, как говорится, повторение о мать учения, оно никогда не помешает. Если же у вас всё-таки остаются какие-то вопросы, пишите мне на почту. Помните, ребята, что вас много. Я сама одна, никто не отвечает вам, ни мои ассистенты, никто, только я лично вам всем отвечаю, поэтому наберитесь терпения, я каждому отвечу это 100%. Почему я убрала номер телефона с последнего видео? Потому что немножко начали наглеть некоторые люди, звонить мне в 11-12 часов ночи, узнавать, как им трудоустроиться на территории Польши. Поверьте мне, я такая же личность, такой же человек, как и вы, которая имеет даже личную жизнь, представляете, и представляете, у меня ещё также есть маленький ребёнок. Поэтому давайте друг к другу относиться с уважением, и если вы мне пишете, и я вам ещё не отвечаю, то это не означает о том, что я вас проигнорировала, я просто в связи с тем потоком событий, которые сейчас у меня происходят, а также потому, что вас очень много, мне безумно это приятно, но если я вам не ответила в течение 7 дней, просто ещё раз напишите о себе, напомните, ничего здесь такого нету, все мы люди, все мы имеем право ошибаться, я тоже не робот, а тоже живой человек. Спасибо вам большое за понимание, и спасибо, что сегодня вы были вместе со мной. Если же у вас остались вопросы по поводу налогов, пишите мне в комментариях, либо же на мою личную почту, я постараюсь вам ответить. Если же у вас есть проблемы с возвратом налогов, то также напишите мне, помогу вам вернуть ваши налоги. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро, в следующих видео, и всем пока-пока.